МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное – это удобность, чтобы нигде не давило. Я, например, категорически не могу носить каблуки. Это не значит, что я не умею ходить на каблуках. Я умею и довольно хорошо это делаю. Но просто мотивация должна быть настолько серьезной, чтобы я вдруг обретилась в каблуки и прожила в них, не знаю, день. Опять же, на концерте я чаще пою даже просто босиком, потому что у меня самое основное – это мое личное удобство. Если мне будет удобно и комфортно, всем, кто меня слушает, будет тоже хорошо. И я буду свободнее себя чувствовать. Поэтому, конечно, удобные вещи должны быть удобные. По той же причине мне, слава богу, повезло с размером. Я, например, так вот... Вот как и с каблуками история с бюстгальтером такая же. То есть ты его надеваешь усилием воли, думаешь, ну ладно, все-таки. И в ближайшем подходящем месте ты просто снимаешь его через рукав, кладешь в сумку и дальше идешь просто с бюстгальтером. В сумки. То, что я могу надеть и, ну как бы, просто в магазин выйти, да, там, за хребом, и сразу, в общем-то, и на сцену. Самый главный пример подобной одежды – это вот эта дорога, которая есть. Моя любимая, мое ноу-ха. Вообще просто. Если вы видите человека, идущего по городу в таком, может быть, помахать, мне уже говорят, точно я. То есть мне, допустим, совершенно не страшно ходить. Есть еще эти ниндзи, двупалые сапожки, которые я, значит, надеваю вот это. Двупалые ниндзи. И мне вообще не страшно ходить. Ночью в самых неблагополучных районах я не боюсь ничего, потому что ни один человек не осмелится подойти ночью к какому-то персонажа, который выглядит вот так, и еще и в эти чертячки на ноги мне. То есть ничего не страшно. И вот эта любимая одежда. Ты можешь ее надеть на голое тело, можешь закрыть так. Так, цвет универсален настолько, что ты можешь надеть яркий шарф, или вообще ничего, или даже маленький брелья, который простотой кроя и фасона только мне подчеркал. Дальше здесь висит платье вот такое. Это Sony Rikki. Максимально милый дизайнер, очень подходящий мне в банду. Я фанатка полосочек. У меня миллионы вещей в полосках. Очень трогательно. Можно и за хлебом выйти, и на прием. И в принципе и на концерт тоже. Хотя, конечно, такая полосочка, она милковата для сцены, лучше все-таки однотонная. Такая какая-то пестрота. Такая же, но сделанная, наверное, лет... Вот это как у меня в 2002-го, наверное, или третьем. Была совершенно неожиданно купленная. Вот эта вещь, она немножечко мятая, но от этого не менее прекрасная. Это рубашка. Сзади у нее пуговицы. Пуговицы сзади. Обычный манжет. И все бы ничего, если бы не воротник. Она хороша тем, что, во-первых, она не маркая. Во-вторых, во-вторых, она довольно скромная. То есть идет человек в черном. Ну, причем в черном вот так и вот по сему. Но, как бы, если тебе нужно попасть на какой-нибудь, не знаю, на какой-нибудь вечер в музее Эрмитаж, когда собираются какие-то отдельные люди, которые там помогают Эрмитажу, вкладывают деньги и так далее. Им раз в год устраивался такой большой прием. Петровский читает речь, потом концерт, потом большой кушет. Прямо там, среди ним. И если ты надеваешь вот эту, то как-то как-то ты не выделяешь. То есть как-то ты сразу вписываешься в самый богемный И. Что странно, и в богемный, и одновременно в главную веку. Вечь, которая совершенно неожиданно ко мне пришла, познакомилась с сетянием Олега Бирюкова в Зимбурге, причем не на концерте, а просто, просто вот, через знакомую. И он почему-то вспомнил обо мне какой-то момент и приложил мне это платье. Причем, ну, оно продавалось тоже там в Москве, в гостях, в очередях, в каких-то немыслимых денег. А стало в итоге моим, и в общем-то как-то квартиру мне продавать не пришлось. Просто вспомнила, но мне почему-то сказала, вот вам не кажется, что я, собственно, даже не присутствую. Мне позвонили друзья, сказали, Бирюков тебе подобрал платье. Оно уже висит в носушках. И так оно досталось в ней. Оно так вроде, ну, то есть это на сцене. Понятно. И еще что приятно, у меня есть пара туфель, которым, которым тоже уже довольно прилично времени я купила их в ванной. У них, собственно, они скромные, ничего не примечательные туфли. Форма носка породистой собаки. Не люблю острый носок, ненавижу, люблю круглый носок. Это испанские туфли. У них наборной каблук, но он набран странный, вот так. Поэтому люди, которые обращают истинное внимание на обувь, глядя на эти туфли сзади, понимают, что с ними все в полном нарядки. Вот такие у меня. А вот в жизни я ищу такие вместе с кемпочками. И такая мальчика, которую мне привез мой молодой человек из Испании. И потом меня убивает вот эта история там типа. В этом сезоне модный оранжевый цвет. они все как просто начинают одеваться вворажены. Зачем? Я нахожу, что-то там очень люблю. Не то, что прям очень, но я люблю и знаю толк в секонд-хэммах и во всяких больших рынках. И поэтому я периодически захожу в Харьков, в Болдавский шлях. Секонд-шлях. И периодически я хожу по бараховкам и регулярно там что-то такое вот, что-то нахожу. И в итоге весь мой гардероб это были какие-то шипые вещи. У меня шила бабушка в Царстве Небесное и вязала. Поэтому у меня было масса вообще с детства. У меня было очень много одежды, которую вот, ну, нарушить не принимаешь. Пока я жила в Крыму, у меня было рано и количество платьев, которые, знаете, когда ты берешь в усого ткани, просто, ну, грубо говоря, пополам вот, перекидываешь дырку для головы. надел, погнал. Тут засрочил, руки торчат. И все хорошо. Парусность опять же. И вот какая-то такая свободная одежда очень приветствует за мной. Я никогда не хожу в секонд-хенды с друзьями, потому что это начинается «Ой, а вот это, а вот это, поверь, вот это, вот это, вот это». И оно все подходит. В итоге ты выходишь без денег, с какой-то грудой, совершенно в принципе не нужного тебе барахла, потому что для счастья нужно совсем немного иметь. Коктейльное платье, черные брюки, две майки, белую сорочку. Вот, в общем-то, все. Туфли, лодочки и кеды. С этим набором можно проделать довольно долго. Вообще, знаете, все-таки, ну, можно шить и можно носить самые безумные какие-то вещи. Все зависит от того, как ты носишь, на кого ты надета, потому что есть же люди, известно, на которых что не надень и все будет сидеть. Субтитры сделал DimaTorzok